Подскажите, пожалуйста, техники очистки кармы рода. Вся семья под церковным эгрегором. Я им ставила сорока уст в трёх церквях. Как вы считаете, помогло или нет? И какие ещё есть техники? Благодарю. Анна, техники чего? Помощи избавления семьи, вытащить его из подцерковного эгрегора? Рекомендую прежде всего пройти раскрещивание. Я не помню всех людей, которые проходили у нас раскрещивание, потому что их достаточно много. Но если вы проходили у нас раскрещивание, то я удивлена, зачем вы пошли ставить им сорока уст в трёх церквях. Если не проходили у нас раскрещивание, то приходите и начнём именно с этого, потому что, чтобы помочь другим, надо помочь сначала себе. И, конечно, помощь начинается с раскрещивания, а не с просьбы Богу избавить людей от церковного бремя, в церкви ставя им сорока уст. Григорий, прокомментируешь что-нибудь? Я недавно слышал, помогу в хорошем источнике. Вот ведист, он и говорил, что славяне никогда не попрошайничали у богов. То есть сам принцип попрошайничать говорит, что ты ни на что не способный. Если, например, разумочек что-то просит у Творца, то он просит возможности добиться гармонии, но не выпрашивать что-то. В церкви вам никак не помогут добавиться, что-то улучшить, кармить. Система в христианской церкви не предназначена помогать человеку. И если она вам в чём-то поможет, то вы заплатите столько, что лучше, что не ходили. Это всё равно, что ставить ТИЗУ, продать квартиру. Ну, практически не то же самое. Чтобы помочь, если ваша вся семья висит ещё под христианским эгрегором, то для начала, чтобы что-то улучшить, вам в этот эгрегор нужно включиться всеми возможными способами, и приучиться к чему-то естественному. Для начала улучшитесь сами. Начните жизнь естественной жизни. Жизнь естественного человека при какой-то чистой традиции, например, при ведизме, при дзене, при суфизме. В чём угодно при естественном. То есть, ставьте сама чистой и здоровой, когда у вас станет сама в известной степени чистой и здоровой, до условной нормы. После этой нормы вы сможете кому-то помогать. Пока вы сами висите под колпаком молнитора, вы помочь вряд ли чем-то сможете. Никакие техники, которые есть у церкви, они никак вам не помогут. Система христианской церкви не предназначена помогать людям. Сама система, сам Грегор в чем-то где-то может помочь. Но это как пастух, который съест эту овцу, он ее защищает от волка. То есть он поможет ей не умереть от зуба волка, чтобы потом самому съесть ее. Поэтому хотите помочь своим близким, сначала помогите себе, и во-вторых, помогайте ему естественными технологиями. В христианстве нет естественных технологий. Это система придумана была изначально, чтобы человеку не помогать, а сделать человека раба Божьего жертву. Там нет технологий помощи изначально. Если у вас есть иллюзия, то просто почитайте источники по христианству. Посчитайте, что там является штампами. В каждом течении есть техники, которые позволяют человеку раскрываться. Возьмите христианство, нет никакой техники, которая попрошенничества у Бога. Там посты еще есть. Эти посты скопированы из христианства. Свидизма до конца не доведены до ума. То есть у вас может быть пост, а вы после поста пришли, и у папа выпили вина. Что это за пост такой? Не помню, как это называется. Причастие, по-моему. Поэтому хотите помочь себе, отключайтесь во христианство. Хотите помочь своим близким, своим родам. Хотите почистить свой род. Для начала, отключитесь от паразитической системы, выйти до какого-то более-менее нормального собственного уровня. И когда вы выйдете в эту норму, вы сможете кому-то помогать. Есть техники по чистке кармы. Вообще карму рода чистят ваши поступки, ваше мировоззрение. Можно почистить кое-что в карме рода, например, через техники из семейной расстановки по хеллингеру. То есть специалист в этой области может вам в известной степени помочь. Если в вашем роду были убийцы, то хеллингер вам, конечно, не поможет. Тут надо уже вашей деятельностью эту карму рода почистить. То есть чем заниматься? Заниматься спасением людей. Там в прошлой жизни вы их убивали, в этой жизни вы их спасаете. В прошлой жизни обманывали, в этой жизни вы их, просветляете, даете им разумность. В прошлой жизни обманывали, в этой жизни вы спонсор. Вы человек, который помогает людям в материальном, предположим, плане. То есть только таким способом карму можно чистить. Есть еще другой способ. Естественно, вы выходите на состояние божества. То есть вы на уровне развития выходите на уровень учителя, начинаете проводить идеи Бога. То есть у вас отключается карма. Карма вашего рода. То есть начиная с вас, у ваших детей, будет включаться уже дхарма. То есть вы будете источником дхармы. Но это скачок в развитии. То есть тогда, когда вы сможете работать на другом уровне. Ну, это самый, может быть, сложный путь. Но вот это второй путь, который, в общем-то, поможет почистить карму рода. То есть в любом случае, какие-то действия, которые вы реально сможете сделать, чтобы помочь вашему роду, то есть это в первую очередь помогите самой себе. То есть отключите от всех паразитических систем, эговизма, христианства, сатанизма, от всего. То есть от любых жестких форм, от мягких форм. Бросьте курить, бросьте пить, бросьте все виды наркотиков. Начинаете жить естественным образом жизни. Я, как уже говорил, многократно, и снова повторюсь, например, вступите на путь йоги. Не просто занимайтесь асана, а путь йоги. То есть на путь йоги, первое, что вы сделали, это скрестились. И путь йога у вас постепенно от всего лишнего очистить. Когда вы пройдете на определенный уровень, вы сможете помочь не только себе, но уже окружающим. То есть он еще и не может спасти кого-то еще. То есть и помощь тех, кто якобы помогает за какие-то деньги, через какие-то обряды, и кто сами, в общем-то, проводит сатанинские технологии, она не является помощью по своей сути. В христианской семье нет технологий помощи человеку. И напомню, что Григорий оказывает услуги по семейным расстановкам, но эти услуги можно получить только после того, как вы пройдете раскрещивание. Потому что если вы не хотите проходить раскрещивание, то обратитесь, пожалуйста, за решением ваших вопросов к батюшке, в приход, к которому вы прикреплены. Мы считаем неэтичным оказывать услуги людям, последователям Русской Православной Церкви, потому что это специфические навыки, которые обладают именно те батюшки, в тех приходах, к которым вы прикреплены. Они специально выделены для помощи вам. Помогите миру, помогая самого себе. Если с вами станет лучше, то и вероятность того, что вокруг вас станет лучше, она тоже увеличится. Я пожелаю справиться с этим самой. Пусть ваш ангел-хранитель, род, древние боги, предки, творец, в этом плане смогут эффективно помочь вашему желанию перестать быть рабом и стать свободным. Как только вы станете свободным, появится возможность быть более счастливой, более разумной и помогать не только себе, но и окружающим. Я пожелаю, что с каждым днем вокруг вас, в вашем доме, в вашем городе, в вашем регионе было поменьше рабов Божьих любого вида, любого толка, любой формы. Хотя бы немножко, но чтобы побольше, побольше свободных людей. Субтитры подогнал «Симон»